Зашибись, я бы на вашем месте уволилась и удавилась. Далеко не все эмоции пострадавших пенсионеров можно показывать по телевидению. Люди возмущены, а в ответ по телефону для жалоба предложений ничего внятного им ответить не могут. Ну ведь вот невозможно это вот так, что со всех сторон нас зажимают, зажимают. Венера Гебадулина одна из многих возмущенных пенсионеров, атакующих пункты пополнения транспортных карт вот уже третий день. Ради экономии многие вынуждены либо отдавать последние деньги, либо передвигаться пешком. Обычно я 20-го всегда говорила, а в этот раз забыла. Вот мне подарок сделали день рождения сегодня у меня. В конце концов стихийным активистам удалось дозвониться в комитет по транспорту, и там всех страждущих отправили в банк. Как мы можем видеть, у дверей банка моментально образовалась очередь. Пенсионеры в недоумении не понимают, почему они вынуждены, во-первых, тратить дополнительное время, а во-вторых, подвергать свое здоровье опасности в нынешние непростые коронавирусные времена. Работники банка не были готовы к такому наплыву клиентов, но пообещали устранить неисправности в кратчайшие сроки. Тем временем ВАО «Транспортная карта» факт технического сбоя подтвердили. Закрыты были 60 пунктов пополнения. По состоянию на 1 июня в 11 часов технические проблемы были устранены. Все пункты пополнения работают в штатном режиме. На часах 12.19, а пункт пополнения транспортных карт, как мы видим, по-прежнему закрыт. Соответственно, информация, которая предоставлена в официальном комментарии, ложная. И когда же откроются пункты, по-прежнему неизвестно. Иван Кузьмин, Максим Малов, Телеканал Эфир.